Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем, об этом попросили, люди считать мало считают, а слушать могут. Вчера мне один прислал, говорит, я работаю, у меня как фон ваши идут здесь, я все где надо остановлю, посмотрю, даже на работе. Тематически, началась посевная, у меня проповедь сразу посевной. Пожар был, о пожаре, ну то есть, 123, фактически охвачены все сферы жизни были, 123. Инструмент купили, инструмент, даже тема такая будет, туалет. Вышел сеятель сеять. Сеятели много создано рисунков и гравюр написано, и много написано проповедей. То есть, эти занятия были по воскресеньям, их Игорь Барабаш, староста, записывал, у него был, только у него одного был магнитофон. Он кассетный. Ну и бывает, то, что я говорю, не вместится на одной стороне у него, и все это оборваны такие, но все-таки что-то сохранилось. На сегодняшнее время эта притча о Сеятеле выглядит несколько иначе, потому что 2000 лет прошло, и поправку нужно делать очень большую. Если раньше Господь говорил, Лука 18,8, «Сказывай вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» То сегодня нужно сказать, какую веру? Тогда была одна вера, сегодня их насчитывается 21 тысяча. Это те, которые призывают имя Иисуса Христа. Так найдет ли он ту веру, какую оставил? Вот так нужно вопрос ставить сегодня. Вышел Сеятель Сеять. Первые два слова объясняет кратко. Сеятель Христос – семя Слова Божия. Все вроде бы ясно. Но нашими устами, нашими руками, нашими ногами сегодня Господь все делает. Если он рассказал притчу о милосердном Самарянине, то понятно, что Самарянин – это Господь. Сегодня каждый должен быть таким. Если он сеет семя свое, то теперь каждый должен сеять его Слово. В роли Сеятеля мы должны быть. Мы должны быть. Мы должны быть. Сам Господь уже не выходит. Он уже высеял, дал пример, и мы должны идти по стопам его. 1 Петра 2, 21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Я сказал по следам идти, но какое-то выражение непонятно. Как идти? Я в саду раз местописание. Все, вопросов нет. А следы его кровавые остались на траве, на камнях, при дороге. Какое семя? Слово Божие. Что сегодня мы высеваем в мире? Что в храме? Приходилось видеть кукурузные зерна, привезенные из Америки. И каждое зернышко было предварительно там, на заводе, опущено в какой-то раствор. А потом смесь эта затвердела, и зернышко окутано как бы оболочкой питательных веществ. Делают его недоступным для порчи от насекомых. Оно и обеззараживает, и делает подкормку, подпитку этого семени. Вот удивительное дело. Привезли большое ведро, как бы, виды. И вот каждое, абсолютно каждое зернышко окутано. Сегодня Слово Божие обернули пуленепробиваемую оболочку церковно-славянского языка. Сеет или сеет как? Корзина на плече, и сколько горзи захватит, он и бросает наотмашь. Наотмашь, вот так вот. Окончание не заградай, пожалуйста. Если мало взял, то через короткое время снова пойдешь насыпать в корзину. Много взял, шею давит. И далее зависит все от руки, у него от руки. Это плечевой сустав, локтевой, кисть и пальцы. Все двигалось, он брал и широким взмахом разбрасывал. Выражением выходит сегодня не проповедник, а чтец. И чужие мысли не может талантливо громко с выражением прочитать. Если своих мыслей Бог не дал, то читай хорошие чужие мысли. Но это правильно, все понимают, да, правильно в церкви. И вот выходит какой-то доклад делает и считает по бумажке. Петр первый запретил это делать, прежде чем бумажек не было. Говори свои слова, чтобы дурь каждого видна была. И он пять минут не может сказать Ельцин. А тут нет смысла даже готовые выразить в доступной форме. Как будто мы сами этого не могли дома прочитать. У меня из дома много книг, и я могу дома все это прочитать. Нужно не просто под ноги бросить семя, под нос бубнить. Значит, никуда и не разбрасывает, не трудится. Даже голос не хочет поднять, напрягать. Я тебя не раз об этом упрекал. Я не проповедник, еще раз говорю. Но Бог мне вложил в мысль эту, и я ее доношу. Ни в семинариях я не учился, у меня нет образования. Но я вижу, придешь к священнику, полки книг стоят. Но за порог не выйдет, не скажет. И у меня мысль эта рождается. Это означает священное писание. И это только нужно сеять. А не то, что ты видел во сне, или тебе написали, или ты слышал чье-то кудрявое мнение. Даже хорошего другого человека, даже самого святого. Каждое слово писания истолковал златоуст, блаженный феофилакт. Это оболочка питательных веществ. Оно не дает им испортиться. Сгнить в наших домыслах и лжетолкованиях. Предупреждает оно и нас. Потому что Слово Божие породило все эти ереси. Библия – это большой склад, и там жито всякого по лопате. И каждый еретик на основании Слова Божия проповедует. Не думайте, что сегодня адвентисты какую-то другую книгу берут. А не только с Библией. Даже безбожники и те с Библией. Но чем это зерно окутано? Питательными ли веществами толкования святых отцов, о чем говорит 19 правило 6-го Вселенского Собора, или ядовитыми примесями, или нашим церковно-славянским языком? В оболочку его закутали, не пробить, не разрезать. Мы долго бились, чтобы хотя бы библейские слова читать в храме по-русски. И это слово хотя бы относится к Слову Божию. Какое безумие у нас творится в церкви, когда запрещают по-русски Слово Великого и Живого Бога читать. Нужно снять с него оболочку. Добились мы, по милости Божией, долго нас томили, тремя годами. Наш архиерей упрекал нас, что у нас сектантский дух. И, наконец, он сам говорит нам, читайте. Но Евангелие, батюшка, наш все еще продолжал читать по-церковно-славянски до последнего времени. Четыре оболочки на Слове Божьем, на небесном семене. Ну и что интересно, батюшка приехал, где наш архиерей был, смотрит, архиерей в алтаре один, а священники на лавочках сидят в храме. Он и диакон сидит. А что вы не считаете? Это батюшка говорит. Ну там что-то заупокойно было. Так он, говорит, по-русски считает. Как? Да сам переводит. А другой пишет, там писатель знакомый, это же надо, братья Лапкина как переломили епископа, зазомбировали. Он был против, а теперь сам переводит. Мы ничего не зомбировали, слово это даже не знаем. Мы просто молились. И он стал делать. Это нам Бог дал такого епископа 13 лет. Меня один спрашивает, а вы знаете такого епископа, чтобы поборы не брал? Я говорю, какие? Ну накладывает такие, что последнее продает, чтобы рассчитаться. Я говорю, знаю. Вы знаете. И он православный, я говорю, очень даже. А кто такой? Я говорю, слушай, внимательно запиши. Ифтихий Курочкин, у нас 13 лет был епископом. Это настоящий епископ. У него носков даже не было, приехал без носков. Ну, конечно, батюшка, что требуется, давал ему. Он такой жертвенный. Он такой нищелюбивый. Пришел, помощников никого нет. У него там кроет купол, он веревкой привяжет жестинку, опять лезет туда по верху, затянет туда, опять опускается за следующей жестинкой. Даже привязать некому. Вот какой народ. Это где? Город Ишим, Богоявленский храм. Мы благодарим Бога, что у нас был такой епископ. В первую очередь в алтаре. Далеко. А если бы алтарь был длиннее, то батюшка не подошел бы к выходу. А там у престола уткнулся бы со свечкой. Это первое, что к народу считает, слово Божие к народу написано, задом к народу, и где в алтаре, где-то далеко, там губнит. Дальше. И батюшка бы от нас еще дальше бы отдалился. Это очень хорошая оболочка. Если ты голос не напрягаешь, как протопоп Авакум, тебя никто не слышит. Семя падает под ноги. А как протопоп Авакум? У Кондратьев его фамилия. Петрович. Он когда проповедовал, говорил, дверь открыта была, на другом конце деревни люди слышали. Это есть такой рассказ. Ну и пишет Анапима. Я не знаю, кто написал-то. Это не Бонни написал там. И об этом говорит. Когда дьякон произносил их тени, поникодило, то есть свечи, которая там звенела вверху от сотрясения воздуха. А здесь стоит бубнит рядом. Пять шагов и не слышу. Так. Смысл вот в чем. Это все печати на слове Божьем наложены. Нужно же такой широкий взмак делать, чтобы до другой страны долетело семя Божие. По интернету пустить. Старайтесь, успевайте. Шире размахивайте рукой. Вышел сеять и сеять. Батюшка все где-то далеко от народа. Видел в греческой церкви, когда священник выходит и лицом к народу читать Евангелие. Дальше, вторая пища, спиной. Дальше, не просто считает, а бубнит. Сколько печати наделали. Выйди из алтаря. Я как-то нашему батюшке говорю, ну тут он прям перед народом. Шаг шагнул, и тут уже люди стоят. Ну я рядом. Выйди оттуда. И он сразу стал выходить. Сейчас считает Евангелие, выдвигается, чтобы Евангелие было к народу. Но у нас все скучно, маленькое пространство. Дальше. Посреди народа нужно быть, чтобы земля успела захватить это семя. Посреди народа надо читать, чтобы все могли ясно слышать. Ниеме 8.8 И читали из книги, из закона Божия, внятно и присоединяли толкование, и народ понимал просчитанное. Вот это единственное место в Библии, но его надо знать. Ниеме 8.8 Толкование должно быть. Тем более голос не старается напрягать, не перетрудятся отцы благочинные. Не перетрудятся. Не перетрудятся отцы благочинные. Какие сетели-то наши? Сколько раз уже говорил, чтобы погромче читали. Нет, шептун стоит, тягомотно так бубнить себе под нос. Напрягите голос. Вы же людям говорите, постарайтесь донести благую весть до сердец народа сего. Уважайте слушателей своих. А дома-то на жену десять раз громче кричит. Вот интересно, у нас Покровский собор большой. Я стою в стороне, там где-то около порога-то, и все слышу. Здесь рядом стоит, и я не слышу. А ты глухой. Почему я там-то слышу? Он считает даже, спиной к народу, голос я слышу. А тебя не слышу здесь. Ну, бывает иногда считает, хорошо там, Себастьян и Игорь Дыбунов. Второе. Задом к народу. Кто же, стоя задом-то, с собеседником разговаривает? Начальник на твоей работе разве с тобой так говорит? Он смотрит тебе в глаза и объясняет задание. Даже с сыном ты разговариваешь, чтобы лицом к лицу стоять. Могу ли я сказать, что батюшка уважает нас, если он спиной к нам стоит, разговаривая с нами? Евангелие то написано не к Богу, а от Бога к нам. Так и читай письмо Божие, как положено, а не наоборот. Наконец-то батюшка один замочек со Слова Божия сорвал. Начал читать по-русски. Чья-то молитва все же дошла до слуха Господа Саваофа. Это я говорю потеряешьки. Они сидят на улице, задание на чурках сидят тут. Им говорю и записывают. Нужно бомбардировать врата небесной отчизны молитвой. Но еще спиной к нам стоит. Ризу мы у него рассматриваем. Он не может эту оболочку сорвать. Бейте опять в небесные ворота. Ходатайствуйте пред Отцом нашим любезным. Ну теперь уже считает к народу, на русском языке. Заказал Библию на русском языке, закованную такую. На русском языке лежит она на аналой. Библия вся православная. В синодальном переводе и только в синодальном. И батюшку Бог вытащит из алтаря и поставит лицом к народу. Вытащил и поставил. Повернись к пастве. Это не твое послание. А мой Бог мне послал. Что ты его национализировал? Приватизировал? Чего ты боишься народа? Сокрылся там. Как будто от Бога это письмо батюшка для себя одного получил. Отошел и там уткнулся. Читает в полголоса себе под нос. Какими умными мы себе кажемся. Надо же как было. Я не знал. И так во всей России и за рубежом так читают все почти. Это же никакие мы не сеятели. А сколько лишних слов языком говорим. А как нужно слово Божие сказать? Так и переступают смущенно и чешут в затылках. А как нужно слово Божие сказать? Так и переступают смущенно и чешут в затылках. Ударение совершенно не там делаешь. Вера Христова в поругании через нас. Все это нечего. Корзины ума пустые, порожние. Сам дома не читал, не запомнил ничего. Не запомнил ничего. И стоит, чтобы лишь был отстоять. Придумали служение отстоять. Хотя бы и не понимали. Все в мистику уперли. Отстоять службу. Потому что если у тебя 2-4 пшеничинки, то там еще и куча мусора своих измышлений, как у матерых сектантов. Я понимаю так, а я понимаю так-то, как у сектантов. Сколько голов, столько и умов при разборе Слова Божия. Нам, православным, запрещена такая вольность. Нам дано в такой обволакивающей смеси, что на все хватит, на любой случай жизни. Почитай блаженного феофилакта, толкования, который он избрал из всех святых отцов. Вот что значит сейтель. Сейтель это ты. Это он. Это вот она. Припомните житие Феодула и Кориона, 2 мая. Тайные христиане. И как они удумали быть благовестниками. При рабовладельческом строе дело было. Идет их хозяин Катул. И стоят два пацаненка у ворот. Между собой так разговаривают. А как ты, брат мой, думаешь? Вот мы живем у этого нашего господина, а он ведь совсем в Бога нашего не верит. Слава Иисусу Христу! Он сильно на сатану похож? Похож. А опять шашлет стоят и разговаривают так. Проповедники. На кого похож? Так выходит, что мы у сатаны живем, а его дом тут же совсем Христа не признают. Жертвы идольские приносятся здесь. Тебе не кажется, что на ад сильно похож этот двор? Даже очень. Пацанята. И сеют семя. А вот и хозяин идет. Давай мы расскажем, кто он такой, чтобы он поверил в это. Так, так, ты молчи, а я буду говорить. Я больше тебя знаю из Писания. Здравствуй, господин наш. Нам же господин сам Господь. А что это за приветствие? Тут слуга и говорит. Так это же христиане. Они же идольские жертвы, которые вы им посылаете со стола своего. Собакам выбрасывай. Собакам? А эти два пацаненка привезли, привели к свидетельству о Господе Христе своих родителей, и все были казнены за Христа. Считай. И всех их приняло небо. Такой высел сделали мальчишки, что тысячелетие требуется, чтобы урожай собрать. Не можем распаковать. Вот как надо сеять. А вот ты. На работе работаешь? И как там у тебя со свидетельством? Да слава Богу, никто не знает, что я верующий. Все спокойно. Премиальный каждый месяц получаю. Иконочку у меня в шифоньере. Крестик на лямочку к майке прицепил. Нигде никто не узнает. Мало того, священник приходит на прием к уполномоченному и снимает крест до нательного. Вот это наш высев. Вышел сеятель сеет, наш Господь. И мы это семя положили в наши сердца. Получил когда-то, дало это всходы, и мы теперь начинаем по малейку куститься, плодоносить, сорняками зарастать. Это все четыре сорта земли наших сердец. Но теперь вы едите, сеете. И что вырастет и будет развито, не закопано, а таланта будет давать прирост. 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 В 30-60-й во 100 крат. И как это будет при осенней жатве, если сеять не будет? Сеять не будешь. У нас есть уже столько книг, и некому выставить, продавать. Уже готово все. Теперь высвободилась наша газетная продукция. И когда люди к вам приходят, вы хотя бы по две газеты можете каждому бесплатно давать. Никого нет. А помнитесь, талант нам дан, и он уже зарыт. Каждая книжка, каждая страница будет на дно ада тянуть, если не исполним ослышанное. Златоуст говорит, что лучше бы тебе этого не слышать. Сегодняшняя притча не для полочки, но чтобы мы научились пользоваться семенем, данным нам. Запусти руку в наши сокровища. Можно столик какой-то для удобства сделать. При снеге целлофаном затянуть книги. Начинайте... При снеге, когда снег идет. Начинайте свидетельствовать. Все наше хождение, даже хранение веры в чистоте, как у тех пяти дев, не поможет. Они пришли нераспутными девками, но девами. Масла не было. Что значит масло? Это не что иное, как дела милосердия, сделанные в Духе Святом с любовью. Матфея 5,16. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. А то, что такое масло? Вот показано. Ничего нет выше спасения души человека. Пост и молитва только этому помогают. На первом месте проповедь. Марк, 16,15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Несите проповедь о воскресении Христовом всякому народу и племенам. Господи, неужели только это? Да, теперь сидите в Иерусалиме и никаких командировок, пока не получите силу. Ни одного движения. Сидите и ждите, пока Бог даст силу. Долго ли ждать? Скоро узнаете. Может быть, они хлеба накупили, сидели в заперти, но Господь повелел быть в ожидании только 10 дней. Но им и это было томительно. Лука, 24,49. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не блещетесь силою свыше. Какой силой? Чтобы деньги зарабатывать, в 4 смены работать? Нет, но чтобы распространять благовестие. Силу для благовестия. Христос пошел домой к Отцу, а они углубились в ожидание. Служба здесь – это поддержка нам. На земле нам не прожить без таинств, без укрепления свыше. Без причастия не прожить. Без молитвы не прожить. Но это все нужно распаковать на русский язык. Великий наш сейтель Иисус из Назарета досадил и нас истинными сейтелями. Ему слава во веки веков. Аминь. Все.